Спасибо нашим коллегам из программы «Время местное». Ну а мы двигаемся дальше. Новый год совсем скоро. И знаешь, вот мы готовимся к этому празднику, что-то там игрушки новогодние делаем, предлагаем разные блюда. А вот интересно, каким был Новый год, вернее, Ростов в период Нового года, ой, ну так, лет сто назад, например. Действительно, интересно. Какой была зима в Ростове? И была ли она? Думаю, что была, не то что сейчас. Ну почему-то так всегда кажется. В общем, наше сомнение подтвердит или опровергнет наш гость, краевед Оксана Мордовина. Она вот сейчас уже рядом с нами, к нам присоединилась. Оксана, здравствуйте. Рады вас видеть. И все-таки, действительно, это же ваша профессиональная стезя. Поэтому расскажите, вы как отмечали Новый год в дореволюционное время? С удовольствием, да, расскажу. И действительно, часто задают вопрос, Ростов, как традиция? Традиция шумная и красиво, хорошо отмечать Новый год. Вот как была, так она сохранилась и сейчас. И самый, да, такой один из частых вопросов, который мне задают по поводу Нового года, как, какими традициями? Купеческими, да, или по казачьи отмечали? Конечно, купеческие традиции. Ростов, он был город таким, хоть и считался Провансом, он был торговый, промышленный, большой город. Красивый, очень-то в то время развитый, да, в нашей России. И, естественно, купцы все на европейский манер хотели, чтобы модно было, красиво, богато все у нас отмечалось. Ну, собственно, и сейчас эта традиция, по-моему, сохранилась. Если сейчас выйти в город, представители бизнес-сфер просто вкладывают тут такие средства в украшения, там, в витрин, что просто, ну, иногда диву даешься. А украшали ли Ростов тогда? В революционном Ростове, естественно, эта традиция тоже была. Город делали красивым, все витрины были украшены, витрины магазинов, гостиниц, витрины ресторанов, все это было украшено. Иллюминация тоже стояла на садовой, но только не в виде лампочек, да, а как раз вот от этих витрин все это шло. Очень красиво. А как проходили праздники вот в старом Ростове? Праздники проходили долго, вернее, тянулись долго, проходили шумно и весело. Начинали, естественно, отмечать в декабре светские, и церковные традиции уже к тому времени совмещались. Все это отмечали, конечно, с шумом на широкую ногу. Какие заведения, да, наших приглашали, ростовцы? Например, да. Обязательно приглашали гостиницы, при которых был ресторан, к примеру, и гостиница Московская приглашала. Которая на садовой здании. Которая сейчас, да, сохранилась здание на садовой. Конечно, тогда намного красивее выглядела эта гостиница, презентабельнее. Чем она хотела удивить? Привозили туда микрограф Бетини. Тогда только из Парижа. В Ростов везли все только из Парижа, естественно. Сразу к нам в Ростов все лучшие танцоры, певцы ехали именно оттуда. Именно к нам вот на Новый год порадовать ростовцев. Что такое был этот микрограф Бетини? Что-то похожее на нынешний граммофон, можно сказать, да, создающее и полную иллюзию живых звуков. То есть до двух тысяч человек могли собираться. Нет, это небольшой вообще такой какой-то ящичек, да, с трубой. Таким образом он создавал иллюзию, как будто оркестр, наверное, играет. Да, звуки какие-нибудь тропические, звуки джунглей. Представьте, вы в Ростове здесь на Новый год сидите, кушаете гуся запеченного с шампанским, а тут у вас звуки джунглей вокруг тогда. Это была диковинка. Предлагалась также косморама. Что такое косморама? Вообще по-русски это называлось райок. Небольшой ящик на ножках, в которых было два увеличительных стекла. Люди могли нагнуться, посмотреть, а на обратной стороне там перематывалась лента с какими-нибудь интересными, да, историческими событиями или там что-то еще смешное показывали. А меня заинтересовал вопрос относительно шампанского. Что, неужели уже тогда был привезен этот напиток? И если да, то он же, мне кажется, был таким дорогостоящим достаточно. Да, прекрасное игристое вино, вернее, уже тогда пользовалось успехом у ростовцев. Именно не ростовчане, ростовцами так называли жители нашего города до революции. И я сразу скажу, что обязательно бокал шампанского продавался при входном, когда вы, да, входной билет отдавали. Раньше он стоил мужчины, чаще всего рубль 50 платили, женщины рубль, немножко дешевле стоило. Вы приходили, вам предлагалось три блюда, вы откушивали, бокал шампанского обязательно и сигара. Господи, какое счастье! Какой набор! Оксана, а вот о таких мероприятиях, о которых вы сейчас сказали, да, которые при гостиницах, они как-то их анонсировали, не знаю, может быть, в газетах? Обязательно. Дореволюционные газеты, если сейчас открыть, они просто пестрили этими объявлениями. Балы, маскарады проводились в различных общественных местах, клубах, да, в разных, как я уже сказала, гостиницах. И в разных гостей, господи, ресторанах, вернее, наших ростовских. Поэтому огромное количество мероприятий проходило в нашем городе в новогодние дни. Очень большой популярностью, например, еще пользовался такой вот вид пантомимы, когда гости сидят, отдыхают, кушают, тоже шампанское откушивают. И оказывается живая картина. То есть перед вами сооружается небольшая сцена, а там, к примеру, Пушкин с Гоголем стоят, разговаривают. Вот. Или показана небольшая сценка из ледового побоища. Ну, это вот мы говорим о развлечениях, которые проходили, ну, где-то в помещениях, в ресторанах, в гостиницах. А как быть, например, с мероприятиями вообще в городе? Вот для жителей города. Для жителей города, смотрите, у нас было такое здание, называлось оно «Народный дом». Сейчас уже это здание немножко перестроено оказалось в военном ведомстве, на газетном. И так там ставилась елка для народа. То есть представители разных сословий городских могли туда прийти, посмотреть на елку. Иногда даже там раздавались небольшие подарки. Да, они были дорогие, но сюрпризы могли получить и взрослые, и маленькие ростовцы. А вы сказали, посмотреть на елку. Могу ли я из этого сделать вывод, что само дерево тоже было не для всех доступно? Конечно, да. Елочный базар у нас всегда был, но это всегда было удовольствие дорогое достаточно. Одна из елок, опять же, для широкой публики на городское обозрение выставлялась в коммерческом клубе. Она даже есть на открытке. Коммерческий клуб находится там, где сейчас Первомайский парк, который мы знаем. Как несправедливо. А сейчас «Бери, не хочу, смотри, пожалуйста, и наслаждайся». Конечно, сейчас еще просто вам расскажу, что из открытых таких мероприятий проходили маскарады на льду. К примеру, у нас был такой Ростова-Нахичеванский яхт-клуб. Он находится там сейчас, внизу портовой, если спуститься, с улицы портовой. И вот так там, на территории яхт-клуба, на замерзшем дону проходила, назывался этот маскарад тогда «Русская ярмарка». То есть вы также покупали маленький входной белье. Это в преддверии Нового года или уже непосредственно вновь? На новогодних праздниках, в частности, вот это мероприятие в начале января там проводилось. Оксана, прозвучала фраза «замерзший дон». И тут очень хочется, пометуя погоду, которая сейчас у нас в Ростове царит. Да, нас сейчас зима так не балует. Раньше снега было очень много. Дон промерзал настолько сильно, что в новогодние праздники простой лют с обозами. Ехали по дону в Ростов из деревень, поскольку по обычным дорогам не могли проехать, их чаще всего заметало очень сильно снегом. Они ехали по дону, но, к сожалению, бывали случаи, что обозы полностью проваливались под дон. Ну, а счастливчики, кто доезжали, уже попадали на рождественскую ярмарку, на ростовский торг какой-то, на базары. Какое рвение отметить Рождество и Новый год, да? Просто рискуя жизнью, но тем не менее. Рисковых людей у нас было очень много. Да, опять же, о погоде. Снега было много, катались на санях обязательно по Большой Садовой. И даже если был лютый мороз, и был очень сильный ветер в те времена, сносил полностью снег, оголял мостовую и катались прям по голой мостовой. Прекрасно. Ну, вот есть что-то в этом свое такое, родное. Оксана, нас буквально несколько минут, не можем не спросить, а мы так частично затронули, а вообще какая еда была на столе у людей? Оливье было? Нет, оливье не было. Обычно, да, были холодные закуски а-ля фуршет. Опять же, все паризьен было, все замечательные какие-то совершенно сногсшибательные названия. И часто спрашивают, опять же, какая была казачьей кухни, тоже не было. Нет, рыба обязательно присутствовала на столе. Рыбные блюда у нас огромное количество, да, лов рыбы шел постоянно. Естественно, рыбные блюда на столах, в ресторанах, во всех этих заведениях присутствовали. Но они не делались по казачьим рецептам, они делались по рецептам европейской кухни. Чтобы было манифик и бонжур. Обязательно. Я не знаю, что ты сказала. Мне кажется, мне должна была попасть в цель. Да. Оксана, ну и все-таки, вот вы как краевед и человек, который вот настолько глубоко эту тему все изучает. И действительно, вы сейчас рассказываете, я вижу, как горят ваши глаза темой вы этой, можно сказать, живете. Как вы считаете, интереснее был Новый год в ту пору или все-таки сейчас с современными технологиями, возможностями? Ну, честно, как это банально не прозвучит, мне кажется, это зависит не от поры, даже не от места, а от самого человека. Как ты настроен, каким настроением ты заходишь, да провожаешь этот год, с каким настроением заступаешь в Новый год. Именно от этого все зависит. Ну, и давайте напоследок, у нас немного времени остается. Оксан, мы ваши традиции давайте затронем. Вот как вы планируете отмечать Новый год? Я люблю отмечать в компании друзей. Конечно, часто Новый год я отмечала и дома, в семейном кругу, и эта традиция мне тоже очень нравится, когда с теплом вы собрались, посидели за одним столом, так это объединяет елка. Ну, люблю и шумно отмечать с друзьями. Чтобы обязательно были какие-то конкурсы, были маски, что-то интересное, ведь маски, да и маскарады были и в дореволюционном Ростове. Вот эта традиция великолепная, которая придумана, ну, вернее, привезена к нам Петром Первым еще была, она поддерживалась. В Ростове были потрясающие маскарады и карнавалы, и костюмы были какие-то. Иногда даже сногсшибательные. Вот из описания одного карнавала мне понравился особенно костюм искусства, он назывался, с большой надписью через весь костюм. Искусство вечно все тленно. Ой, вот это прекрасная финальная мысль для нашего разговора. Оксана, огромное вам спасибо за эту утреннюю беседу. Я надеюсь, дорогие друзья, что все, что вы сейчас услышали, поднимет вам настроение, сделает его новогодним. Благодаря нашей гости Оксане Мордовиной, Краеведу, спасибо вам большое. Спасибо вам большое.